Сегодня по утру как-то не задалось трамвайное движение по бывшему главному, а нынче просто имени Ленина, проспекту Екатеринбурга. В его восточной оконечности неожиданно пересох один из двух его притоков, тот, по которому с южной стороны в него вливаются трамваи, стартующие с конечной на ЖБИ. До впадения оставалась лишь одна остановка двухвагонному 15-му трамваю, едва свернувшему с Малышева на Гагарина, когда кондукторша объявила дорогим 28-рублевикам, что они все приехали. Далее ехать нет никакой возможности, потому что во втором вагоне обнаружена сумка, ответственность за которую не взял на себя ни один из них. Это бомба. Настоящая бомба у нас в трамвае. А снимал все это дело по личной инициативе постоянный зритель ТАУ и, не побоимся этого слова, поклонник жанра новостей 9,5 Денис, у которого как раз случилось запасное время, и он не прочь был конвертировать его в хронометраж отснятого видео, местами даже не вертикального, за что отдельная ему мерси. Ну и таки дождался развязки. Во времена, когда о терроризме мы слышали только в рубрике «Их нравы» программы «Ленинский университет миллионов», бесхозную сумку попросту отдали бы вагоновожатому, а тот наконечный диспетчеру, и в конце концов она ждала бы своего хозяина в бюро находок. Но нынче всякий бесхозный предмет рассматривается как потенциальная бомба, и алгоритм действий давно выработан. Трамвайщики трамвай опорожнили, спецслужбы известили, и они приехали. Так, ребята, прошло уже 20 минут, и только слышим сирену, которая едет именно вот сюда. Ну, надеемся, что едет сюда. Разминировать наш вагончик. Ну, скорее всего, вот эти ребята, будем надеяться, все-таки, если это они. Да, оказалось, действительно, они. Из пожарной машины вышли двое. Причем, если второй был хотя бы в МЧСовской боевке и в каске, то головной боец-сапер из защиты против взрыва имел лишь синенькую маечку без рукавку, наверняка заговоренную. Как раз он и внес во все это дело бесповоротную ясность. Ну, как видим, ничего, документы. Собственно, этим и ограничился получасовой утренний стояк, парализовавший вывоз по рельсам граждан с ЖБИ и части в Тузгородка в центр. В начале 10-го часа утра циркуляция трамваев без тромбов и бомбов восстановилась в обычном режиме.